друзья не рад вас приветствовать на канале выход давненько мы с вами не рассматривали какой-нибудь шикарный сногсшибательный автомобиль предлагаю исправить ситуацию кардинально и вновь рассмотреть вот этот электричку вая free это электромобиль везем в россию совершенно официально есть гарантия от производителя здесь у нас два электромотора на передней оси 160 киловатт и на задней оси 200 киловатт сумме получается 360 киловатт если перевести в лошадиные силы то это 489 лошадей у этого автомобиля разгон до сотни меньше чем за 5 секунд оси точнее 4,7 секунды кроме электричек есть также гибридные версии вая free вот к примеру это у нас гибрид но мне не интересен мы только посмотрим цену 8 890 за вот такой вот сногсшибательный автомобиль с функционально же функционально познакомимся вот с этим автомобилем посмотрим какие у них диски легкоспавные шикарные 20 у него кстати по него подвеска задняя оптика светодиодная вид сзади выезжающие ручки бесключевой доступ все дела датчики мониторинга слепых зон сзади камер кокового узора рейлинги на крыше огромная панорамная крыша с функцией автоматического затемнения акулий плавник зеленый цвет выглядит очень очень шикарно из минусов что можно отметить это вот такой вот глянец это глянцевые накладки лучше бы они были не глянцы и потому что любая царапинка любой скольчик будет на них отдавать белым цветом это будет очень и очень сильно заметно адаптивная светодиодная оптика изящная решетка радиатора улыбающиеся как любят делать это китайцы заглянем на второй ряд посмотрим обстановочку на втором ряду что мы видим коричневый салон дверь закрывает линию порога комбинированная отделка тут у нас так понимаю настоящее натуральное дерево кожа кожа а здесь у нас пластик отделанной кожи фирме на аудио система на втором ряду сиденье с перфорацией вентиляции насчет обогрева не знаю type-c разъем usb разъем дефектора климатической системы кармашки на резиночках боя фанорама с функцией автоматического затемнения как работает все это мы посмотрим подлокотники подстаканники три подголовника спинки раскладываться по форме 60 на 40 как у нас обстоят дела в багажном отделении давайте посмотрим еще бы разобраться как открыть крышку багажника возможно кнопка где-то а вот кнопку нажимаем и все крышка у нас на электроприводе здесь сам буфер шторочка есть розетка на 12 вольт диодная подсветка слева справа в этом органайзере у нас есть хрем комплект для шин компрессор жилетка фальш пол у нас не поднимается вот так вот устроена задняя часть все закрыто защиты аккумуляторы закрыты ручки с подсветкой раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь направлений поясничный подпор регулируется в четырех направлениях вперед назад и вверх вниз перфорация есть вентиляция есть даже наверно функция массажа печаточном ящике руководство по эксплуатации она у нас на русском языке и листерина фотографии все цветные центральная консоль парящая беспроводная зарядка где телефонов розетка на 12 вольт usb разъем здесь джейсик управление мультимедельной системы и пойдемте ознакомиться с рабочим местом водителя смотреть какие интересные фишки есть там вот так у нас устроена дверная карта со стороны водителя также комбинированная отделка блок управления электростеклобъемниками боковыми зеркалами боковые зеркала с функцией электроскладывания нажатием кнопочки кресло водителя также регулируется в восьми направлениях вверх вниз отдельно регулируется вверх вниз передняя часть полностью все сидения и угол наклона спинки поясничный подпор вверх вниз вперед назад руль смотрите наружная часть руля отделана коричневой кожи внутренняя часть руля отделана светлой кожи управление здесь у нас ставки может показаться что это алюминий на самом деле это у нас пластик 3 монитора центральной части у пассажира и цифровой щиток приборов вот эта вот панель вся которая здесь установлена она у нас регулируется по высоте например переходим в ночной режим видите да отпустилась и теперь включаем дневной режим также раз и она у нас поднимается крутяк да есть навигация есть голосовой помощник есть камера вот эта камера запоминает лицо водителя и под него уже автоматически выставляет сидение память настроек как бы осуществляется через вот эту вот камеру с собой само-разумеется интерьерная подсветка по всему самому спереди сзади сзади занянова осуществлена таким способом в нижней части подлокотной еще раз обстановка на втором ряду здесь у нас беспроводная зарядка джойстик управления мультимедийной системы селектор а кпп коробка одноступенчатая но двухступенчатая одна передача вперед другая передача назад вот такие вот интересные ключи от автомобиля напоминают нам какой-то инопланетный корабль подстаканники вот тут все как и обычно кстати есть еще обзорность 300 градусов вот она работает это у нас сейчас режим камера спереди вид сверху также можем камеру кучить сзади и давайте 2d режим переключим на 3d режим прозрачный автомобиль ситуация вокруг автомобиля есть навигации не сказал управление климатом больше меньше регулируется вот такой клавишей сиденье с подогревом с вентиляцией с массажем и смотрите теперь внимательно на крышу все видите да теперь я перехожу в меню мультимедийной системы нажимаю осветлить все крыша прозрачно нажимаем все крыша затемнилась крутяк да ну довольно таки навороченный автомобиль по функционалу здесь есть все даже вот регулируется панель приборов пар приз одной кнопочкой 1 и она у нас отпускается и также наверх функция очень очень крутая это единственный автомобиль боя free которым есть такой вот интересный функционал других машинах я такого не видел по стоимости сколько же стоит этот электрический красавчик пойдемте посмотрим есть на него прайс-лис машина продается за 8 миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей технические характеристики здесь все написано какая батарея сколько запас хода сколько габариты кузова автомобиля кому интересно ставьте на паузу читайте но мы еще оценим как светится оптика на воевре линия значок вот такие вот друзья интересные электрички представлены на российском рынке в продаже машина с гарантией продается от официального дилера на этом мне все вы же в свою очередь пишите в комментариях как он такая электричка ушел в комментарии течить наши вопросы до новых встреч